Сегодня мы подводим итог 2015-2016 учебного года 82-летней истории нашей Альмаматор Каким он стал для Казахского национального университета имени Альфа-Раби Самого крупного и передового казахстанского вуза Попробуем отразить его сквозь призму основных событий и достижений Сентябрь 2015 Начало учебного года ознаменовалось грандиозным событием Казахский национальный университет имени Альфа-Раби В очередной раз доказал свою высокую конкурентноспособность На мировом рынке образования и вошел в топ-300 университетов Заняв 275 место среди 800 университетов мира В топ-300 вошли только три вуза стран СНГ МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет И наш казну имени Альфа-Раби Значимыми для университета стали итоги визита президента страны Нурсултана Назарбаева В Китайскую Народную Республику В ходе переговоров была достигнута договоренность Что казну по гранту правительства КНР Получит суперкомпьютер стоимостью 10 миллионов долларов США На базе казну впервые в Центральной Азии Открылась инновационная академия Всемирно признанной компанией Samsung Казну, единственный в Центральной Азии Принят в сеть университетов глобальной инициативы Клинтона Состоялась ярмарка Европейского высшего образования В работе которой приняли участие представители 80 вузов из 24 стран ЕС Магистранты и докторанты справили новоселье В уютных комнатах первого в Казахстане Дома молодых ученых Построенного в казну на основе государственно-частного партнерства Октябрь 2015 Делегация казну приняла участие во всемирном форуме инженерного образования во Флоренции Где ректор казну Галым Мутанов был удостоен высокой награды Синьор Мембер Международного общества по инженерной педагогике ИДЖИП С участием Клуба главных редакторов Казахстана Прошла республиканская конференция Экспо-2017 Медиаплатформа устойчивого развития человеческого капитала На базе казну состоялось открытие первой языковой школы международной стипендии Балашак В форме открытого диалога прошла встреча ректора казну с молодежным активом университета Были подведены итоги работы субъектов студенческого самоуправления И обсуждены планы на 2016 год Ноябрь 2015 Знаменательным событием стал визит в университет космонавта Айдына Аимбетова Эксперимент «Кулоновский плазменный кристалл», разработанный ученым в казну Вошел в научную программу полета казахстанского космонавта Коллектив казну встретился с Акимом города Алматы Бауржан Байбек Который представил программу развития Алматы до 2020 года Ко дню первого президента состоялся третий республиканский патриотический фестиваль студентов Менжа Старга Синеман, собравший участников со всех региональных вузов страны Декабрь 2015 В рамках проекта Европейского союза «Темпус Квика» состоялось первое международное совещание Центральной Азиатской Федерации инженерных обществ Указом президента ученым казну присуждена Государственная премия Республики Казахстан Имени Альф-Раби в области науки и техники Ректор казну академик Галым Мутанов награжден высокой наградой Золотой медалью имени Гейдара Алиева за вклад в развитие добрых и крепких отношений Между тюркоязычными странами В Новый год казну вошел с новым медицинским факультетом Здесь открылась Высшая школа общественного здравоохранения Главными партнерами казну в развитии медицинского направления Является Сеульский университет и университет Йонце Которые входят в тройку лучших вузов Южной Кореи И в топ ведущих университетов Азии и мира Январь 2016 Всемирный конгресс тюркских народов удостоил казну имени Альф-Раби звания лучший вуз тюркских стран Вице-премьер Республики Казахстан, выпускница университета Дарига Назарбаева Встретилась с активом казну и посетила Центр обслуживания студентов Керемет Инновационный объект, не имеющий аналогов в мировом пространстве Здесь для студентов оказывается более 500 образовательных, медицинских, социально-бытовых и культурных услуг по принципу одного окна Между казну имени Альф-Раби и МГУ имени Ломоносова подписано соглашение о сотрудничестве Благодаря которому налажен обмен студентами и преподавателями, взаимные научные стажировки и совместные научные проекты Региональный директор международного рейтингового агентства QS Зоя Зайцева встретилась с руководством вуза Она дала высокую оценку деятельности казну за последние три года и подчеркнула уникальные подходы в продвижении в мировом рейтинге Сегодня опыт казну изучается и перенимается многими вузами СНГ и Центральной Азии Февраль 2016 Казну возглавил рейтинг топ-20 лучших сайтов казахстанских университетов, составленный испанской исследовательской группой Киберметрикс Лаб Состоялась официальная встреча ректора казну с руководителем кластерного бюро ЮНЕСКО в Казахстане Андреем Шевелевым В настоящее время в рамках программы ЮНИТВИН в казну открыта кафедра и региональный хаб ЮНЕСКО по устойчивому развитию Делегация казну приняла участие в заседании Координационного комитета Альянса цивилизаций ООН в Стамбуле Организаторы форума поддержали предложение нашего университета об объявлении 2020 года Годом Альфараби под эгидой ЮНЕСКО и Тюрксой Март 2016 Заместитель генерального секретаря ООН Кристина Гаяк объявила о продлении статуса казну как глобального хаба по устойчивому развитию программы ООН УНАЙ еще на два года Тем самым казну вновь доказал лидерство, что было подчеркнуто в ходе глобального онлайн-диалога со штаб-квартирой ООН Нью-Йорк 25-летию независимости был посвящен смотр художественной самодеятельности «Студенческая весна-2016» На базе ЦОС «Керемет» открылся социальный магазин, предоставивший студентам полный набор потребительской продовольственной корзины по ценам ниже рыночных Кроме того, здесь по сниженным ценам предоставляют свои услуги студенческое кафе, салон красоты, прачечная, книжный магазин, ателье и фотостудия Казну посетили представители Кембриджского университета, вузов Турции и Ирана В рамках трехсторонних обсуждений принято решение о развитии Центра Центрально-Азиатских исследований по теркологии в Кембриджском университете и Центра Иран-Туран в казну Апрель 2016 В апреле традиционно стартовали третьи международные фарабиевские чтения, в которых приняли участие ученые из США, Турции, Франции, Великобритании, Ирана, стран СНГ, а также представители международных организаций ООН, Тюрксой, Эската, ОБСЕ С участием государственного секретаря Гульшары Абдекаликовой состоялась конференция, посвященная 150-летию Алихана Букиханова В ходе визита чрезвычайных и полномочных послов Индонезии и Республики Вьетнам была достигнута договоренность о создании в казну регионального образовательно-научного центра «Асиан» Казну первым в Центральной Азии вошел в Комитет Альянса Университетов Шелкового Пути, объединяющий более 120 университетов мира А наш ректор, академик Галым Мутанов, получил высокий статус вице-президента этого альянса В рамках инициативы «Новый шелковый путь» казну выдвинул ряд новых проектов Впервые в одном из ведущих университетов Поднебесной, Пекинском университете иностранных языков Наряду с другими языками мира будет изучаться казахский, 73-й по счету преподаваемый здесь язык Казну будет осуществлять методическое сопровождение учебного процесса, а также направит в помощь своих квалифицированных преподавателей Еще одно важное соглашение было достигнуто с Гонконгским политехническим университетом Поли-Ю О создании полноценного научно-образовательного инновационного хаба Центр компетенции Казну Поли-Ю в городе Алматы с привлечением ведущих университетов Гонконга Важным результатом сотрудничества Казну с китайскими партнерами является реализация совместного решения председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о создании IT-технопарка по модели Silicon Valley На базе Центра суперкомпьютерных и облачных вычислений Казну сегодня формируется международный IT-технопарк Альянса университетов Нового Шелкового Пути Памятным культурным мероприятием стало празднование Науры Смираме В нем, наряду с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью приняли участие представители из 50 стран главы дипломатических миссий Китая, США, Турции, Испании, Франции, ФРГ, Ирана, Кореи, Индии и многих других стран а также представители ООН, ЭСКАТА, СМВДА и ведущих зарубежных вузов Состоялась ежегодная ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 160 компаний и предприятий в том числе возглавляемые выпускниками казну Май 2016 Крупнейшая в регионе Центральной и Южной Азии международная студенческая конференция «Модель ООН. Новый шелковый путь» собрала в казну свыше 360 делегатов из 20 стран мира Состоялась конференция, посвященная 80-летию выдающегося выпускника казну легендарного казахского поэта, писателя и ученого Олжаса Сулейменова 17 мая указом президента Республики Казахстан общественно-политическому деятелю президенту Международного антиядерного движения «Невада Семей» Олжасу Сулейменову присвоено звание «Казахстанным Ембекьера» С участием министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева, также являющегося выпускником казну, прошла церемония открытия нового сезона игр по футболу Национальной студенческой лиги В библиотеке Аль-Фарабей состоялся 8-й Медиаконгресс тюркоязычных стран с участием Высшего Совета телевидения и Радио Турецкой Республики По результатам Конгресса достигнута договоренность о формировании на базе казну Медиацентра тюркоязычных стран и единого информационно-коммуникационного портала на тюркскоязычном пространстве Последнюю субботу мая состоялся День выпускников казну с участием председателя Ассоциации выпускников казну председателя Верховного суда Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора, выпускника юридического факультета 1981 года Кайрата Абдразакулы Мами В честь празднования 25-летия независимости Республики Казахстан и тысячелетия города Алматы выдвинута идея создания на территории студенческого кампуса архитектурного комплекса Мангалек-Ель Его ключевыми композиционными блоками является триумфальная арка студентов и выпускников Мангалек-Ель, монументальная композиция Тимыр-Казык и площадь с фонтаном Тай-Казан Данный проект вызвал большой положительный резонанс среди сообщества выпускников университета, которые выразили желание осуществить строительство комплекса на основе добровольных взносов Июнь В Казну была открыта международная кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию Южно-Уральский государственный университет Российской Федерации и Казну имени Альфа-Раби подписали договор по программе двойного диплома по специальности теплоэнергетика Июль В Казахстанско-Корейском медицинском центре при казну имени Альфа-Раби состоялась благотворительная акция, проведенная совместно с клиникой Каннам Северанс университета ЮНЕСЕ. На территории студенческого кампуса состоялась закладка первого камня и капсулы с текстом «Обращение к потомкам архитектурного комплекса», «Триумфальной арки студентов» и выпускников монументальной композиции «Тимыр Казак», а также площади с фонтаном «Тайказан». 17 спортсменов казну вошли в состав сборной Казахстана на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В копилку страны они принесли три олимпийских медали. Дмитрий Баландин, студент 4-го курса кафедры физического воспитания и спорта, впервые в истории казахстанского спорта завоевал золотую медаль в плавании. Студент юридического факультета Ельдос Метов выиграл серебряную медаль по дзюдо. Бронзовую медаль по вольной борьбе завоевала студентка кафедры физ. воспитания и спорта Эльмира Сыздыкова. Казну традиционно стал лидером по количеству полученных государственных образовательных грантов. В этом году в УЗИ на грантовой основе будут обучаться более 4,5 тысяч студентов, магистрантов и докторантов. Сентябрь. Грандиозными событиями был ознаменован новый 2016-2017 учебный год. Одним из них стало открытие триумфальной арки студентов и выпускников Мангалек Ель с участием Акима города Алматы, Бауржан Байбек, представителей общественности и выдающихся выпускников. В первый день учебного года в казну был открыт 25-метровый плавательный бассейн. Он был назван именем первого олимпийского чемпиона Казахстана по плаванию Дмитрия Баландина. Еще одно триумфальное достижение казну всколыхнуло всю общественность страны. Университет в очередной раз подтвердил свою высокую конкурентноспособность в мировой образовательной и научной системе. Университет поднялся на 39 позиций в мировом рейтинге World University Ranking QS и вошел в топ 250 лучших вузов мира. Только два вуза из стран СНГ вошли в эту группу – МГУ имени Ломоносова и казну имени Альфа-Раби. Мы поздравляем сообщество преподавателей и студентов с грандиозными успехами нашего университета. Желаем многотысячному и сплоченному коллективу казну имени Альфа-Раби новых достижений. Редактор субтитров А.Семкин